И сейчас я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на контейнеры, не только контейнеры, но еще и измерения, да, то, как мы с вами измеряем еду или то, где она может содержаться. So right now, please get attentive and look at the pictures. Окей, so what do we have over here? Что же у нас с вами есть здесь? We have a bottle and we have a bag. Бутылка и мешок. So what can we say? We can use it for a bottle of water and a bottle of ketchup. We can say a bag of popcorn and a bag of chips. У нас с вами может быть бутылка воды, бутылка кетчупа, у нас может быть мешок с попкорном, да, и мешок или пакет с чипсами. Окей. Итак, у нас с вами на картинке коробка шоколада и коробка пончиков. Yes, all American policemen like donuts. Все американские полицейские у нас любят пончики. A bowl of soup. A bowl. Значит, мы знаем уже с вами слово plate, тарелка. Это плоская тарелка, plate. A bowl – это глубокая тарелка. So a bowl of soup. Тарелка супа. And a bowl of noodles. И тарелка лапши. Noodles. Это у нас лапша, спагетти, маленькие макароны. Это все noodles. Окей. Next one. We can use a can and we can use a bucket. A can of peas and a can of pop. A bucket of fish and a bucket of chicken. Итак, у нас с вами есть консервная банка. A can. Помните, мы с вами проходили a can opener – консервный нож. Значит, вот это наше. A can of peas. Консервная банка горошка. Или консервированный горошек. A can of pop. Консервированная банка шипучки. Или там газировки шипучего напитка. A bucket of fish. A bucket – ведро. Ведро с рыбой. A bucket of fish. And a bucket of chicken. И ведро курицы. Значит, у них еще очень часто слово bucket используется как переносное значение. Например, тогда, когда мы говорим «сегодня день полный солнечного света», мы скажем «today it is a bucket full of sunshine». То есть, вот почему-то со словом ведро у них, да? A bucket full of sunshine. Окей, our next slide. We have a cup and we have a crate. So, please take a look. We have a cup of tea and a cup of coffee. We have a crate of tomatoes and a crate of apples. Итак, посмотрите внимательно, пожалуйста, у нас с вами здесь нарисована чашка чая и чашка кофе. A crate – деревянный ящик. Деревянный ящик – помидор. A crate of tomatoes and a crate of apples. И деревянный ящик – яблок. Окей. Next containers. We have a glass and a hand. A hand full. So, please look at a glass of water. And you can also see a glass of juice. This is a hand full of peanuts and a help full of popcorn. Итак, посмотрите, пожалуйста. A glass – стакан. Стакан воды. И стакан сока. A hand – от слова «рука». Full – от слова «полный». То есть, получается, горсть. Горсть арахиса. A hand full of peanuts. Горсть попкорна. A hand full of popcorn. Окей. The next ones are a plate and a piece. So, you can see a plate of french fries and a plate of cookies. A piece of pie and a piece of cake. Итак, мы с вами видим тарелку. 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 French fries – это картофель фри или жареная картошка. Итак, тарелка картофеля фри. И тарелка печенья. A plate of cookies. A piece of pie – кусочек пирога. A piece of cake – кусочек торта. The next ones. You can see a jug and you can see a jar. A jug of lemonade and a jug of milk. A jar of pickles and a jar of jam. Мы с вами видим. A jug – кувшин. Кувшин с лимонадом и кувшин молока. A jar of pickles. A jar – банка. Банка консервированных огурцов. Pickles. And a jar of jam. И банка с джемом. Значит, если вы предпочитаете американский английский, да, он у нас весь через букву «э». Мы с вами говорим «баскетбол», «кэп» и так далее. Слово «jar» ни в коем случае не меняется. То есть, навсегда через букву «а». A jar of jam. Никакого «джер» у нас быть не может. «Jar». Окей, over here you can see a pot and a zack. So, there is a pot of soup and a pot of coffee. There is a zack of coconuts and a zack of potatoes. Итак, мы с вами видим кастрюлю. Кастрюлю супа. А вот здесь внимательно. A pot of coffee. Я больше люблю, когда мы говорим наоборот. То есть, не контейнер, да, или кофейник. Не в таком вот виде, как у нас написано. A pot of coffee. Мне больше нравится, когда мы говорим «a coffee pot». То есть, кофейник, кофейная кастрюля. Да, как бы вот так вот. То же самое будет с чайником. Для того, чтобы сказать «чайник», мы с вами скажем «a tea pot». То есть, заварник именно. A tea pot. Окей, a zack. Это у нас с вами мешок. Мешок с кокосами и мешок картофеля. Окей, next one. We can see a slice and a spoonful. So, there is a slice of pizza and a slice of cheese. Slowly, sure, no problem. Окей, so, a slice of pizza and a slice of cheese. Это ломтик. То есть, мы с вами проходили слово «пис». «Pis» – это кусочек, да. «Slic» – это ломтик. То есть, обычно подразумевают, что это тонкий ломтик. Поэтому, a slice, a slice of cheese, тонкий ломтик сыра, and a slice of pizza. И тонкий ломтик пиццы. A spoonful of sugar and a spoonful of medicine. Значит, слово «спун» – это ложка. Слово «фул» – полный. Это наш суффикс от слова «полный» образованный. И у нас получается «a spoonful» – полная ложка. A spoonful of sugar – полная ложка сахара. A spoonful of medicine – полная ложка лекарства. So, we have a spoon and a slice. Окей, next slide. And we are done with our containers. Итак, мы с вами с контейнерами закончили. И вот смотрите. Продолжение следует...